Пекине открылась новая сессия высшего совещательного органа КНР. Участник двух сессий продвигает китайские глубоководные исследования. Международный валютный фонд объявил о восстановлении экономической активности в КНР. Экипаж Шинчжоу-17 во второй раз вышел в открытый космос. Авиакомпания China Eastern Airlines получила пятый самолет Си-919. Началась вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва. Она будет проходить в Пекинском доме народных собраний до 10 марта. В сессии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники. С отчетным докладом перед членами комитета выступил его председатель Ван Хунин. Он поделился итогами работы за прошлый год и наметил планы на ближайшую перспективу. Совсем скоро исполнится 75 лет со дня основания КНР и высшего консультативного органа страны. В связи с этим Ван Хунин призвал сплотиться под руководством Компартии Китая и придать новый толчок социально-экономическому развитию Поднебесной. ЕЦУН – член высшего консультативного органа Китая и по совместительству главный конструктор глубоководного аппарата Фэньдоу-Дже. Чтобы модернизировать батискав, инженер изучает инновации китайских НИИ и частных предприятий. В приоритете новейшие датчики и высокопрочное стекло. В ходе каждого рабочего визита ЕЦУН расспрашивает сотрудников организации о проблемах, с которыми они сталкиваются. «Нам не просто разрабатывать новую продукцию и привлекать высококлассных специалистов. Нам было бы легче решать эти задачи, если бы власти запустили новые платформы для поиска инвестиций и сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими институтами». «У нас много высококачественной продукции, но не хватает опыта ее эксплуатации. Поэтому мы не до конца понимаем, нужно ли совершенствовать наше оборудование и чего ему не хватает. Нам могла бы принести большую пользу политика, которая подтолкнет компании к более активному внедрению новых разработок». В прошлом году ЕЦУН выступил на двух сессиях с предложениями по подготовке научно-технических кадров международного класса и развитию глубоководных ресурсов. Эти инициативы получили одобрение на министерском уровне. В результате Китай запустил несколько новых проектов, укрепивших международное научное сотрудничество. «Китайские аппараты помогают выполнять более половины глубоководных погружений на планете. Наше оборудование приносит пользу все большему числу людей во всем мире. Однако нам есть куда расти. Мы можем усовершенствовать как батискафы, так и всю сопутствующую инфраструктуру». Исследование глубоководных участков поможет Китаю укреплять свой статус морской державы и развивать энергетическую отрасль. ЕЦУН подготовил к началу двух сессий новые предложения, способные приблизить страну к этим стратегическим целям. В прошлом году экономическая активность в Поднебесной полностью восстановилась после пандемии. Реальный ВВП в стране вырос примерно на 5%, как и планировали китайские власти. Такое заявление сделал Исполнительный совет Международного валютного фонда. Организация отметила, что главными причинами экономического роста КНР стали подъем внутреннего спроса, смягчение денежно-кредитной политики и снижение налогов для предприятий и домашних хозяйств. Благодаря падению цен на энергоносители и продукты питания в Поднебесной сократились темпы годовой инфляции. Однако, по прогнозам МВФ, в этом году она может повыситься до 1,3%. В то же время аналитики организации ожидают повышенного притока частных инвестиций. Тайканавты миссии «Шинчжоу-17» вернулись на борт орбитальной станции «Тяньгун» после второго успешного выхода в открытый космос. Об этом сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая. Во вне корабельных работах участвовали два из трех членов экипажа – Танхунбо и Цзян Синлин. На борту остался Тан Шэнцзэ, который координировал их действия. Тайканавты провели в открытом космосе 8 часов. За это время они завершили ремонт солнечных панелей и проверили состояние орбитальных модулей. Это первая в истории Китая операция по ремонту оборудования за пределами станции «Тяньгун». Предыдущий выход экипажа «Шинчжоу-17» в открытый космос состоялся в декабре прошлого года. Пятый среднемагистральный лайнер китайского производства Си-919 вошел в воздушный парк China Eastern Airlines. Выполнив эту поставку, китайская корпорация коммерческой авиации полностью завершила работу над заказом авиакомпании, сделанном три года назад. К концу этого января самолеты Си-919 China Eastern Airlines выполнили свыше 900 коммерческих рейсов и перевезли более 115 тысяч пассажиров. В сентябре прошлого года авиакомпания подписала дополнительное соглашение на поставку еще 100 лайнеров той же модели. Пока это крупнейший заказ для китайской корпорации коммерческой авиации. Она планирует выполнить его к 2031 году. Субтитры создавал DimaTorzok